Моих дорогих друзей из дисконтревела делают обзор этой гостиницы. Она маленькая, в старинном здании со своей историей. Я очень люблю такие гостиницы. Я не люблю, на самом деле, когда большие какие-то в золоте. Я люблю маленькие, уютные. Так, это у нас душевая, ванная. Вот такие вот с деревянным паркетом. Таким шикарным потолком. Ремонтированная крохотная гостиница в центре города. Гигантская просто батарея. В номере нет холодильника, на самом деле. Шкаф. Да, и балкончик. Балкончик ведет выход на террасу. Это выход на балкончик, не на террасу. Терраса у нас на пятом этаже. Значит, это центр города, переулок, по которому можно вот так вот пройти, 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 пройти. И в конце этого переулка, сразу же в конце, буквально в пяти минутах ходьбы, пантеон находится. Заблудиться невозможно. Ну и остальные центральные достопримечательности города. Вот если смотреть по карте, то это пантеон. Здесь вот в этом районе гостиница. Пешком можно пройти ближайшим достопримечательностям, в том числе попасть в Ватикан. Перейдя через мосты. На пятом этаже также находится, в гостинице также находится терраса. Очень красивая, открытая всегда для всех гостей. С обалденным видом на Рим. Завтраки очень вкусные, очень сытные. Много фруктов, клубника, киви, груши, яблоки. Очень вкусная выпечка. Ну и стандартные завтраки, омлеты, сосиски. И разные сорта сыра и мяса.